Приветствую вас. Объективно, слова это просто слова, то есть это просто звук, это просто следствие выражения эмоций у мужчины нашего. И они по своей сути значат лишь то, что человек пребывает в состоянии аффекта, высокого, сильного эмоционального возбуждения, и человек по сути дела не отдает себе отчета в том, что он говорит. Вот это то, что происходит с вами на данный момент. Относиться к этим словам как к искренним желаниям мужчины, конечно не стоит, потому что, ну, уверен, что он, если вас даже и не любит, то, как минимум, относится к вам, ну, тепло, хорошо. Без проблем. Зла вам не желает, и тем более он не желает вам вот того, о чем вы писали. Но, как правильно вам сказали мои коллеги, вот у них прям единогласное такое мнение, и я его поддержу, наверное, что причина, причина, она несколько более глубже у вас. Причина, она в том, что вы за своим молодым человеком часто ссоритесь. И возникает естественный вопрос. Почему вы часто ссоритесь? Что заставляет вас часто ссориться? Что вообще заставляет вас ссориться? Какие основные моменты у вас становятся причинами для ссор? И вот если вы для себя можете ответить на этот вопрос, если вы вспомните, с чего ваши ссоры начались, что они из себя представляли, по сути, вопрос можно ставить так. На основании чего и по предмету чего вы имеете постоянное равногласие. В чем расходятся ваши точки зрения и насколько далеко они расходятся? То есть, говоря другими словами, можно ли как-то ваш конфликт, ну вот, разрешить? Разрешить мирно, разрешить спокойно, цивилизованно. И здесь очень важно, чтобы вы, да и ваш мужчина, ответили на вопрос сами себе. А даете ли вы друг другу то, что вам нужно? Ведь каждому из вас в отношении что-то нужно. даете ли вы друг другу это? Если нет, то почему? Если да, то является ли то, как вы удовлетворяете желание своего мужчины, например, правильным для него нужно здесь все это корректировать, все это гармонизировать, чтобы ваши желания удовлетворялись так, как вы хотите, без вреда мужчине, и чтобы желания мужчины удовлетворялись, так, как хочет он, без вреда вам. Понимаете, если у вас вот этого нет, то откуда взяться гармония. И в таком случае вам нужно относиться к этим словам так. За форму или содержание вам переживать не стоит, потому что это аффект. А вот за мотивацию мужчины так вам говорить, переживать нужно. Но переживать как? Понимаете, само по себе переживание оно вам ничего не даст на самом-то деле. И остается только лишь сказать мужчине о том, что в последнее время вы много ссоритесь, вас это не устраивает, вам это не нравится, и вы устали постоянно участвовать в этих перепалках, в этих скандалах, тем более, что вам элементарно неприятно выслушивать какие-то вещи в свой ад. Либо вы садитесь к мужчине и разговариваете по поводу причин ваших ссор, и стараетесь как-то идти друг другу на встречу и учиться уступать, либо вы предлагаете ему какое-то время побыть раздельно. Потому что, ну, так дальше продолжаться не может будет, только хуже, взаимные обиды будут копиться, 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 и копиться, и они будут вам мешать в итоге. Они будут вам в итоге мешать воспринимать друг друга такими, какие вы есть. Вряд ли отношения могут быть в этом случае идеальными, хорошими, приносящими счастье. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку в «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.